Всем привет друзья! Пришел в одно свое местечко. Уже время 3 часа. Но мои поехали по своим делам. Долговато я прождал, чтоб все меня закинули. Сейчас немножко подносим. Попробуем. Попробуем. Взял с собой сегодня. Попробуем паскать, покопать. Может что и найдется. Сейчас водички попью. Да и начнем пасть. Давно не ходил купать. А тут я хотел купить по дороге. Что здесь вроде как выгорело. Решил заехать. Рамка выгорела. Все отлично. Можно здесь полазить. Два года или три здесь уже не лазил. Потому что трава не горела. Хотя кто же, друзья, пришел в природу. С той стороны дым нашел. Я еще сюда ехал. Я ехал далеко. А прямо оттуда ветер. И огонь, видимо, очень быстро сюда приходит. Погода ветреная. Не знаю, может быть попозже мне придется на наушники одеть. Сейчас попробую. Проверю. Посмотрю, как с наушниками придется погруче сигналы сделать. Пойдем посмотрим. Сигнал ушел копать. Дым пипец. Вроде бы горит-то далековато. Где-то. Дым уже нахапался. Друзья, у нас сигнал где-то был. Потерял уже. Нет, вроде не было. Было 16, сейчас примерно 10. Не пойму. Короче, каплю сейчас покажу. Что? Хорошая, нехорошая. Ну вот, друзья, и сигнальчик. Смотрите, кусочек. Так, оно круглое. С этой стороны гладкое. А здесь иероглиф. Если я правильно понимаю, то это осколок от зеркала. Круто. Надо поискать остальные части. Может быть, где-то они мне здесь попадутся. Слышно, друзья, как горит огонь. То ли дерево уже горит. То ли это трава. Прям слышно потрескивание. А на тем временем у нас находка. Пол монетки, друзья. Непонятные иероглифы. Но находочка приятная, друзья. Приятная. Хожу с большой детальческой катушкой. Вещит здесь все просто приятнее. Такое постоянно. Гудение. Вот она. Хорошая. Еще дальше. Такую вот яму. Какая мне люмишка попалась. Советская, скорее всего. Но, вы знаете, детальческая катушка вот эта большая. Мне даже больше нравится, чем стандартная. Пусть она тяжелая. Все равно, детальческие катушки мне вкатывают. В плане того, что сигнал у них более четкий. Более ясный. У стандартной. Майнлабовской. Какой-то вот он, знаете, вроде зацепился. Он все равно плавает, плавает. Какое-то мыло. Ничего интересного. Кусок, видимо, цветной болт какой-то был. Думал сосок сначала. Автомобильный. Но нет. Купал, а монетка оказалась на поверхности. Вся изъеденная. Как Алик. Скорее всего, какие-то 10 копеек советские. Не знаю, может дома отмоется. Попался, друзья, подвес от медали. Самой медали. Пока не нашел. Немножко он сломался. И держался вот здесь вот. Буквально за краешек. Уже был с этой стороны с одной подорван. И при доставании поломался. Ну что. Продолжаем искать тогда медаль. Не ожидал, друзья, что этой большой 13-ю дерьмовкой Уже по земле найду вот такую вот. Увскую дерьку. Прикольно, слушайте, друзья. Прикольно. Глазами, друзья, на поверхности нашел. Колокольчик. Зреник еще. Хоть и ржавенький. Пойдет. Поставил, друзья, маленькую катушку. Тут рука устала. Димашка и шуток. Только не узнал. Приточки приедут. Управилась. Вот такая вот оплавка. Сколько я понимаю, это бровь. Значит, что-то здесь плавили и изготавливали. И не крутая, но все равно находка. Вот такая вот старая вилка. Алюминиевая. Очередная, друзья, находка. Обломанная курительная трубка. Уфанза-то здесь была. Понятное дело. Она вот вся сгреблена. Бульдозером. В советское время. Видите, находки попадаются. Не все сгребли полностью. Так что подходить можно. Где-то и на склонах могут быть находки. Здесь фунтифлюшка набралась. Которая замочит какой-то пол. Это шпанка или шпанка. Сгучка из двух частей. Верхние эти с прорезью. И у вилков, смотрите, поломана одна из половинок. Чтоб нельзя было выкрутить. Явно у нас что-то накручивалось. Что-то посередине было. Какой-то материал. Ткань дерева неизвестно. В кило. Ну, вот такая вот фунтифлюшка. Попался мне, друзья, червяк. Любой жирненький, нормальный, упитанный. Ну и вместе с ним пуговка лысая. Но целенькая. Отлично, отлично. Продолжаем поиски. А вот, друзья, видимо ему штук. От той курительной трубки. Осталось найти чашечку. Не знаю, на еду нет. Жалко сплющенный, поломанный. Обидно. Эх. Ну, штуки, кстати, не так часто попадаются, тем обломанные вот эти трубки. Ой, друзья, только сейчас понял, что я не одел на катушку защиту. Я в прошлый раз мыл, снял ее, помыл и забыл одеть. Ну, ладно. За один раз ничего с катушкой не случится. Но тем временем у нас пуговка и снова лысая. Сигнал был какой-то такой козенький. Видимо, что-то еще рядом где-то железо какое-то лежит. Но решил копнуть. И вот она целенькая нашлась. Отлично. Вот из этой, друзья, лунки попалась вещица, можно сказать, коллекционерная. Или коллекционная. Крутилочка от керосинки, да еще и в хорошем состоянии. С надписями какими-то не видно. Но что-то по-нерусски. Класс, класс. Почему-то радует эта находочка. Надо панно сделать с этими колесиками. Очень четко будет. Красота. Нашел находочку. Правда, с утратой. Но это, наверное, находка дня будет сегодня. Смотрите. Конь. Купила мама конека, а конек без ноги. Здесь у него какие-то две прорези. Тут как-то прорезь. Я не знаю, что это было. Блин. Но офигенная, друзья, находки. Это супер. А, вон что-то написано, друзья. Что-то написано. Ой, по иностранческому, по-моему. Или Мена. Блин. Сейчас. Послюняем. Ну, с надписью, значит, не сильно древняя. Ну, ладно. СН Мена. А, СМИ. Нет, не СМЕНА. Здесь вот у него коцка есть. Но это не я. Короче. Жен... Болженкова. Типа СМЕНА Болженкова, будем считать. Ну, вот такая сегодня находка у меня, короче. Прикольно. Или все-таки кусочек зеркала находка дня. Но все равно уматно, друзья, уматно. Трубочка более тонкая. Тоже с такими изломами, поломами, трещинами. Немножко тоже, то ли деревяшки осталось, то ли корень какой-то врос. Непонятно. Ну, да ладно. В общем, еще чуть-чуть. Я буду уже домой собираться. Большую котуху поставлю, попробую в сторону дома. Уже холодает. И солнышко вон садится. Ладно. Еще чуть-чуть. Пять минут буквально и пошел. Очередная, друзья, находка. Поставил большую катушку. Пошел уже буквально. Пару шагов делаю. И вот такая вот монетка. Династия Цинь. Прикольно. Я тут уже такие находил. В прошлые разы. И вот снова еще одна. Ништяк. Тринь. Тринь. Углари.